Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Вы знаете, самый лучший курятник это тот, который не просто построен своими руками, он еще не сыреет, он удобен в эксплуатации и самое главное, самый лучший в мире курятник тот, где куры несут много яиц. И сегодня, конечно же, речь пойдет о курятниках. Последнее время вы много задаете мне вопросы по поводу лично моего курятника и я могу смело сказать, что у нас он конечно же не один и оба они одни из самых лучших, потому что они нам удобны, потому что курочки в нем чувствуют себя комфортно и у них хорошая яйценоскость. Итак, обо всем по порядку. Вы знаете, друзья, я для некоторых зрителей являюсь неким раздражителем и это все сказывается на комментариях. Меня, конечно, иногда улыбает, иногда это все огорчает, но вот смотрите, я же снимаюсь на фоне своих курочек грязных, лысых, я об этом всегда говорю, что вот у меня сегодня такая ситуация, я же не выставляю вам каких-то красивых лебедушек. Я всегда снимаю свое видео, когда собираю яйца. Они могут быть вот такими грязными, но это природа. У меня куры на сегодняшний день грязные яйца несут, потому что на улице туман каждый день оседает и у нас сырость. Все, на улице сырость. Кстати, в курятнике у нас сухо, очень даже сухо, за этим я слежу, но они с лапами приносят эту грязь. И вот есть некоторые дамочки, которые пишут, что вот вы каждый день показываете ведра яиц, вы собираете. Ну, во-первых, не ведра, во-вторых, если это ведро, то ведро бывает разным объемом, а в-третьих, слушайте, а почему нет? У меня так столько кур, если я два дня не собираю яиц, то в итоге-то, собственно говоря, и получится ведро. Ну вот, чтобы вам было, наверное, легче, спокойнее, сегодня вот такая вот баклажка пятилитровая пополам с яйцами, с грязными яйцами. И у меня где-то там, я видела, еще три яйца не дособрала, не поместилась. Вот одно я уже надколола. Но, в общем, друзья мои, при выращивании и содержании курни сушек важно создать в курятнике благоприятные условия. Это и свет, это и тепло, это и насесты. И вот я расскажу вам, как мы отделали курятник и снаружи, и внутри. В помещении необходимо поддерживать нормальное освещение не менее 10 часов в сутки. Для того, чтобы увеличить число откладываемых яиц, рекомендуется продлить световой день куром до 13-14 часов, в те месяцы, когда дневного света недостаточно. А именно в период с ноября по март. Лучшим решением это установить дополнительное освещение. Ну и, конечно же, это дополнительное освещение дает немножечко тепла в курятнике. У нас курятники неотапливаемые. И долгое время дополнительное освещение мы давали вот этими лампами, которые сейчас во всех гипермаркетах продаются. Они заряжаются, потом мы вешаем и, в общем, они там хорошо светят. Но когда мы строили второй курятник, было принято решение провести, значит, электричество. Электричество поверху, чтобы не особо мыши там в случае чего добрались. И, ну, в общем, сделали все правильно. И теперь у нас и в одном, и в втором курятнике есть электричество для освещения, то есть для дополнительного освещения, чтобы яйценоскость не падала. Но это электричество у нас не используется для дополнительного тепла. По сути, я наши курятники могу действительно назвать самыми лучшими. Для нас они удобные, они комфортные, мне удобно в них убираться. Куры себя прекрасно там чувствуют. У нас хорошая яйценоскость, чтобы не сглазить. Ну, конечно же, нужно учитывать и свой регион, свои климатические условия. Вот смотрите. Сейчас быстренько расскажу. Размеры, если вам нужны будут, я выложу в описании. У нас курятники-каркасники. Сейчас слышу уже слова, боже, курятник деревянный, да лучше кирпичного ничего нету. Возможно, спорить не буду. Но мы делали ровно то, что нам подходило на тот момент. Ну и сейчас бы, если бы у нас был выбор, мы бы сделали не кирпичные курятники, а вот такие, как мы сделали. Снаружи у нас обшито вагонкой, обработано антисептическим средством. Это средство дает возможность древесине не разбухать, она не ведется. Дальше у нас идет пенопласт 5 сантиметров, в другом курятнике пеноплен 5 сантиметров. Вот если брать пенопласт, то если снип читать, то 5 сантиметров заменяет кирпичную кладку. То есть тепло понятно, сохраняется. Это не просто деревяшка с щелями, а все-таки создаем внутри тепло. Дальше у нас идет пароизоляционная пленка, точнее даже ткань. Она не позволяет выйти из курятника тепло на улице, она сдерживает курятники и уже потом лист ОСБ. То есть вот такой у нас каркасник, он не толстый. Да, еще раз повторюсь, вагонка, потом идет пенопласт, потом идет пароизоляционная пленка и потом идет ОСБ. Сразу скажу, конечно, кто-то сейчас ухмыльнется и скажет, пенопласт райд для мышей. Друзья, за все время, сколько мы занимаемся курами, чтобы не сглазить, внутри курятника у нас никогда не было ни одной мыши. Кстати, о мышах и о курах я в ближайшее время сниму отдельный видеообзор. Так вот, значит, но мне же много пишут комментарии мои подписчики и некоторые спрашивают, как мы боремся с мышами, с крысами. Вот у нас заводится, у нас их так много. Начинаешь спрашивать, какой у них курятник. Представляете, каменный. Если мыши и крысы заведутся, им плевать, где каменные это или деревянные. Мы, конечно же, проводим профилактические меры. Конечно, у нас шикарный кот крысолов. А поскольку мы живем в поме, вы знаете, он нам даже притаскивает домой маленьких зайчат, диких зайчат, два раза уже притаскивал. В общем, мыши, крысы, пы-пы-пы, чтобы не сглазить. Он делает свой обход, когда мы утром занимаемся всем. Наш кот тут как тут. Ну, а его запах, естественно, отпугивает. Поэтому в пенопласте, ну, плюс еще обратили внимание, у нас и гараж, и дом весь утеплен пенопластом, а сверху караэт. Ну, вот ни разу мы не видели следы от мышей. Ни какашки, ни где-то дырочку, ничего. Поэтому, в общем, давайте не будем вот просто говорить то, о чем не знаем. Пенопласт не свидетельствует о том, что у вас заведутся мыши. Зато это минимум затрат для того, чтобы сделать ваш курятник, значит, более теплым. Ну, и плюс, вот еще раз говорю, пароизоляционная пленка, там, она вот настолько удобная, там, знаете, как тепло. Курятники у нас не обогреваются. Наличие электричества не говорит о том, что мы ставим сюда какой-то обогреватель, потому что это, собственно говоря, неприемлемо, потому что курятники у нас маленькие. Куда ставить, не дай бог куры обожгутся? Да нам это и не надо. Для Волгоградской области, как только понижается температура до минус 15, максимально, что я делаю, это закрываю выход на улицу на ночь. Утром открываю. Кур у меня гуляет и зимой, и летом. Я не оставляю их в закрытом помещении. Я не мучаю своих кур. Конечно, если у кого там метели, минус 30, минус 45 градусов, возможно, выпускать кур на улицу и нельзя. Но мои куры сами знают, выходить им или нет. Кормятся они только на улице, пою я их только на улице. Сырость курятники я не развожу. В зиму хорошо использовать опилки и соломы для подстилки, чтобы не было сырости и запаха. Вообще, вот опилки в зиму, да, летом нет. Поэтому мешайте между собой. Чтобы не было сырости и запаха, не кормите в курятнике и не ставьте поилки. Можно использовать бактерии для подстилки. Очень хорошее средство. Знаю, многим помогает. Знаете как, у меня очень часто спрашивают, что сделать у нас дикая сырость в курятнике. Но я всегда предлагаю покупать, знаете, сейчас много разных фирм и очень много хороших фирм, которые продают специальную присыпку, то есть бактерии. Посыпайте, и тогда у вас курятники будет сухо. Но там нужно следовать инструкции, присыпать вот, ну сколько там, раз в неделю, два раза в неделю, по-разному. Основное место в помещении будут занимать именно насесты. Сооружать насесты требуется по следующим правилам. Вот смотрите как, для каждой курочки где-то 20-25 сантиметров это комфортное место. Вот и считайте, сколько у вас кур, такая длина насестов должна быть, ну плюс дополнительное место. Насесты не должны быть друг под другом, иначе ваши птицы будут грязными. Они и так у нас грязные с наступлением холодов. А чересчур длинный брусок нежелателен. Без добавочных подставок он будет гнуться под тяжестью кур. А брусок для насеста должен быть широким. Это важно для предупреждения травмирования лап курицы. Дерево следует очень хорошо обработать шкуркой. Согласно рекомендациям опытных птицеводов необходимо использовать знаете какой брусок, ширина которого равняется половине длины раскрытой лапы курицы. Ну или расстоянию от большого пальца до начала среднего пальца. Мы используем готовые черенки, широкие такие черенки. Вот знаете и в одном и втором курятнике сколько лет они у нас служат. Ну наверное удобнее нет и на улице и внутри у нас значит черенки, широкие черенки для насестов. Теперь что касаемо гнезд. А в одном курятнике у нас мало гнезд, в другом курятнике у нас два этажа. Но учитывая то что этот курятник был один из первых построенный и мне казалось что вот я так хотела чтобы для каждой курочки свое гнездо было. Ну мне говорили что ой внизу не будут нестись, будут нестись только вверху. Знаете как и несутся и внизу и вверху. Вот где одна села и там следом другие. Гнезда должны быть свободные, немножечко притемненные, обязательно бортик должен быть. Вот кто-то сейчас посмотрит на мои гнезда и скажет они у вас неправильные. Правильные гнезда для кур, неправильные. Они сами выберут для себя правильные. У нас двух курятников разные гнезда и несутся и там и там одинаково. Для того чтобы яйца остались целыми нужно на выходе из гнезд оборудовать порог. В таком случае яйца не будут выкатываться и разбиваться. И еще самое главное никогда не крепите на сесты выше гнезд. Куры должны спать только на жердочках своих. Теперь самое главное у меня спрашивают про вытяжку. Нужна не нужна, если нужна то какая. Вот сколько птицеодов столько и мнение. Есть даже какие-то схемы, есть естественная вытяжка, есть там другая какая-то вытяжка. В общем у нас вытяжка вот я сейчас покажу какая и понять правильная она или неправильная можно только по отсутствию сырости в курятнике. У нас нет сырости в курятнике ни в одном ни в другом. Что из себя у нас представляет вытяжка? Это канализационная труба с уголками. Не знаю как правильно называть. Я не сантехник и я не мужчина. Труба канализационная с уголками. Выход на улице внутри у нас она как бы как бы над карнизом, то есть она низко не опускается, но она у нас находится напротив лаза и это позволяет циркуляции. У нас циркулирует воздух и в углу, чтобы вытяжка не над курами была. То есть в одной стороне у нас лаз выход, в другой стороне на противоположной у нас над потолком, над карнизом вытяжка. И благодаря этому идет циркуляция воздуха. Теперь смотрите, у нас на улице вытяжка имеет в обязательном порядке этот зонтик, чтобы туда ни птицы не залетали, ни листья не залетали, ну пчелы там, чтобы не вили ничего. То есть вытяжка не должна забиваться. На зиму, с наступлением морозов мы вытяжку не забиваем, потому что днем курятник у нас всегда открытый. Воздух должен циркулировать, таким образом не будет у нас вот этой влажности, вот этого запаха и так далее. То есть вот такая система у нас и в одном курятнике, и в другом курятнике. Возможно, у кого-то другая система вентиляции, я ничего не буду говорить. Вот мы этой системой очень довольны, так как у нас никогда не наблюдалась сырость. Ну и поскольку у нас деревянные курятники и внутри ОСБ и он побелен, то если бы у нас была бы сырость, то стена бы у нас была бы ну с такими черными-серыми отметинами и в общем-то визуально это было бы все заметно. В общем, вытяжка нужна, без вытяжки будет сыро, вонючая и куры у вас будут болеть. Теперь смотрите, на что я хочу обратить внимание. Я вижу, что часто мне пишут, что как выпускать кур на улицу зимой или в дожди, поскольку они приходят грязные. Да, эта проблема существует, именно поэтому я рекомендую по возможности сделать навес в том месте, где у вас куры гуляют. Вот вы знаете, у нас есть навес и куры вот до такой степени прекрасно себя чувствуют, они у нас и в снег, и в метель выходят гулять, и в дожди сильные. Единственное, в этом году я хочу попробовать с наружной стороны еще и плотной пленкой обтянуть, чтобы когда сильные боковые дожди шли или сильная метель, чтобы сильно туда не залетало ничего, потому что от вот этой влаги, сырости, они же все тащат курятник, и там может образоваться сырость, и куры сами по себе будут грязными. То есть навес я рекомендую. Теперь, чем обтянут у нас выгул? В одном курятнике у нас выгул обтянут специальной сеткой садовой такой. Размер у нее мелкая сеточка, пластиковая, зеленая. Тоже помню критику, говорили, что год-два и нос порвется. Ее даже не ведет. А учитывая то, какие у нас стоят жаркие дни летом, ну, кто живет в Астраханской, Волгоградской области, да, в Казахстане знают, у нас климат одинаковый, у нас здесь под 60, мама не горюй, ничего не ведется. В одном курятнике у нас пластиковая сетка, в другом курятнике у нас металлическая сетка. Ведут они себя прекрасно и там, и там. Конечно, пластиковая сетка, она не подойдет в той местности, где есть бродячие собаки, вернее, бродячие собаки, дикие собаки могут заскочить во двор, они вам порвут, ну, либо другие хищники. Чтобы не сглазить, у нас вроде как следят за тем, чтобы такие животные бездомные не бродили. Ну, и мы как бы тоже заделали все снаружи дыры, доступа пока нет. Ну, в общем, и та, и другая сеточка нас вполне устраивает. То есть, ну, вот смотрите, друзья, еще раз вам скажу, что самый лучший курятник, это ровно тот, который удобен в эксплуатации, и он удобен курам. Затраты, ну, я не скажу вам, что большие затраты, деревянный курятник, мы обрабатываем его регулярно от того, чтобы не было пухопероеда, красного клеща. Наличие окон, кстати, я вам скажу обязательно, наличие окон, потому что окна – это дневной свет. Летом у нас весной и осенью натянута сеточка от мошки, от комаров, ну, зимой вставляем обратно окна и закрываем плотно. Значит, обязательно вытяжка, обязательно, значит, хорошая кровля, навес на улице, ну, в общем, сетка. Ну, а что касаемо внутри, то правильные жердочки, гнезда. Гнезда смотрите сами, я говорю, у меня вот здесь двухэтажные, а в другом курятнике только внизу гнезда расположены. И там, и там несутся одинаково, и я не думаю, что в одном курятнике моим курам живется намного хуже, чем в другом курятнике. Делайте себе курятник такой, какой вы считаете нужным. Делайте для себя самый лучший в мире курятник, потому что тот курятник лучший, который удобный для вас и для ваших кур. Если нужны будут размеры, я оставлю в описании. Кстати, и один, и другой курятник. У меня несколько лет назад показаны подробные видеообзоры, как мы их делали, как муж собирал, в общем, как он мучился при строительстве, потому что на тот момент помощи от сыновей не было никакой. Ну вот и все. Хорошей яйценоскости вашим курам, вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего доброго, до свидания.